Строительство в Тельвиске не ограничивается жилфондом. Новую прописку собирается получить и крупный рогатый скот, поголовье которого уже в скором будущем увеличится в несколько раз. На телевисочной ферме нет дойных коров, есть будущие мамы и маленькие телята. Но именно от того, как здесь вырастят молодняк, зависит их жизнеспособность. За годы эксплуатации здание фермы изрядно обветшало. Типовой проект телятника был реализован ещё в советское время. За 35 лет помещение пережило даже пожар. В зимний период это произошло. Но, благо, потушили, успели. Никто не пострадал. Просто выгорели два административных помещения из данной фермы. После пожара в основном корпусе телятника сделали капитальный ремонт. Но эффект от него оказался незначительным. Чтобы не тратить деньги впустую, решили построить новый. Техническое задание уже готово. Сейчас Ненецкая АПК заключает договор на разработку проектно-сметной документации. Строительство планируют начать уже в следующем году. У нового телятника появится свой склад и гараж. Цена всего комплекса около 280 миллионов. Кроме того, в планах реконструкция коровника на факеле. Эти меры помогут увеличить поголовье крупного рогатого скота до 1600 единиц. В первую очередь, такое количество коровец даст возможность покрыть потребности города в нашей молочной продукции. Мы понимаем, что сегодня при этом субсидировании, наверное, каждый нормальный руководитель подумает и будет увеличивать поголовье крупного рогатого скота, чтобы округ ел свою продукцию. Техническое задание и проектно-сметную документацию на реконструкцию коровника на факеле разработают в ближайшее время. В планах пристроить комплексу доильный зал, оснащённый современными технологиями.